ребята всем привет как всегда вы на канале роман гол я отправляюсь на дальний восток до поезда остается 20 минут офигеть вот такой интересный здесь тамбур это местным что ли они пожертвовали ради такого тамбура или в чудес проводники обычно спят вот им поезд москва-чита 70 здесь там будет тоже достаточно кнопочку как во втором поезде здесь очень комфортно ехать душик есть понятно все удобства такие же водонагреватель готов кстати там вода питьевая не только горячая как обычно в этом котелке но и холодная тоже питьевая есть хороший поезд но он до 4 только едет такой во владимир это у нас красноярск на этот раз мне удалось купить билет на самолет до владивостока всего лишь за четыре тысячи и один рубль вылет города иркутск нисколько меня не смутил поэтому я купил еще билет на поезд до иркутска за 2800 рублей и того на дорогу до владивостока я потратил чуть меньше 7000 рублей оказалось дешевле даже чем в плацкарте в иркутске аномально теплая погода сегодня около нуля самое главное что ветра нет погода хорошая вот тут место такое называется модный квартал много частных домов таких вон вообще совсем маленький и в каждом что-то какое-то заведение какой-то магазин бар такая вот архитектура душевная тут даже одно здание сгорело такое старинное мы успели потушить и и и и и и и и офигеть цена автобуса в аэропорт 20 рублей в иркутске а это аэропорт я первый раз такой аэропорт вижу хотя я был в маленьких городах допустим во владикавказе аэропорт тоже такой скромненький а он новый построенный но все равно так прикольно необычное здание как будто такое школа какая-то по он сразу самолеты полетели и цена вообще очень кому как в коммунизме в грозном что-то маршрутка с аэропорта 100 только 25 или 27 рублей здесь двадцатка демп наверное туда этот советский это международный аэровокзал а внутрироссийские линии вот новый красавец такой блестящий ну вот второй раз я в аэропорту владика ребята блин третий час ночи тут где-то меня встречают шлезы из глаз здрасте вот она моя тачка по цветам фар посмотрим ее заведенная стоит ждет рад видеть вас карточка на парковку мы оплатили блин спасибо что блин реально спать хочется в два часа ночи встречаете побыстренько посмотрю можно а чё он свистел да нет он был когда короче он был без встречи вот он должен был воздух взорвать все понятно а термостат что плохо крелся да совсем не было ясненько все уже на зимней резине на этот раз приключений с резиной не будет у меня все красивенько с полосой да широкой салончик вообще блин к ноль ман ноль ё-моё бывает же такой ремни восьмого года водительская ну тут конечно такие экстремальные условия это осмотра покупки а у нее работают эти все рычаги там вот эти 4 воды да проверяли да а то сейчас то особо не протестируем мы салончик ну такой класс машину уже конечно не племиальный такой джипчик прикольный вот и не мы и летний пакеток блин сервис вообще просто супер жирненькая резина жирок жирок говорится ну не знаю как тут спать можно нет проверим проверим все ребята еще нет машины ни одной там вот чуть-чуть 5 машин спрашивать можно будет ясно все беру а дойки все счастливы ребят спасибо большое как моя первая поездка на моем джипе таком прикольном но идет очень мягенько по лежачим полицейским вообще просто отрабатывает отлично а тут температуру показывает вон термостат а так бы и не видно было с этими новшествами лампочкой красный синий пробег на машине 104 косаря всего лишь вообще просто это самый минимальный пробег который у меня вообще когда-либо был даже капот не открывал самая быстрая покупка здрасте до свидания я конечно сейчас понимаю как как и на нем ехать будет это будет жесть придется наушники втыкать какие-то наверно ну и не знаю вы и подушку под попу чтобы он сильно не скакал вот он мой отель ну все припарковался как всегда тут на горной улочке охренеть меня уже вот это перекрыли так что какая-то первая проблемка вроде машинка заглохла машинку я завел все было нормально через секунд пять заглохла пробуем еще раз это как это вот так что сейчас опять зажигание здесь turbo таймер стоит видимо и он не дает зажигание выключить сразу и чем не газом надо держать обороты чтобы не падали так пробую газом удержать ну чтобы не сильно ты ревел а потому что мотор то холодный только сейчас отпустить но сейчас вроде уже держит не знаю может какая болячка у них гуглить но вчера на горячую вообще нормально на заправке глушил заводил вообще без каких-либо вопросов и 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 как всегда солнечный денек во владивостоке посмотрим как сегодня она заведется так обороты на 2000 да похоже все таки какая-то неисправность есть я думал просто муж криво там машина стояла все что-то turbo таймер долго держит машину поэтому надо как-то не не дать еще заглохнет нет 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 работой прям в пол давлю она дергается сейчас заглохнет полилин жесть надо ремонтироваться будет реально до полного газму она сейчас отпустила дергается лампочки уже моргают практически глохнет чё там датчик клапан холостого хода дмрв да тут куча-куча вообще ошибок могла не ошибка то не появляется куча может быть проблем чуть-чуть нагрелась уже нормально вообще спал пинал час виде заводится так обороты что-то падают здесь солнечно сейчас можно на просто прогрелась не перестает конечно удивлять красота вот этого мостового перехода или как это правильно называется ну то есть типа моста ну это очень очень длинная такая история он хайджеты меня как стоячего делают как-то это правильно называется амурский залив или чё но конечно красивый вид здесь когда особенно вот с вершины тут начинаешь только подъезжать к этому месту вообще смотрится вообще бомбово болейн чё только не возят а ё-моё вот пожалуйста люди реально пользуются эстакадами вот этой трассовой инфраструктурой там куча машин собралось я думаю это самое время и самое место показать вам машину показать вам что я купил вот смотрите поджерик просто крутой джип я надеюсь он на бездорожье себя очень хорошо ведет исключительно городской автомобиль как я понял по поведению вот на такой-то жирненькой резинки мне уже предоставили на родном летишки все этот пятнадцатом диаметре все это достаточно высокая родного размера бриджики 175 на 80 на 15 полоса идет по всему кузову здесь открою здесь у меня творожные булочки здесь открывается здесь открывается здесь у меня тоже уже вещички кое-какие лежат здесь можно положить проехав до уссурийска около сотни километров я уже точно знаю что это будет для меня один из самых сложных перегонов потому что на такое большое расстояние машина явно не для трассы и и крейсерская скорость 60 километров в час это без преувеличения говорю 2000 оборотов на 60 километров в час на 80 уже 3000 на 90 вроде тоже 3 ну чуть больше ну не знаю посмотрим опять же как это будет с расходом машина причем подпрыгивает у нее стандартный размер кейкара да по длине но она почему-то подпрыгивает блин на всяких кошках не знаю вообще как это будет выглядеть показываю дальше рейлингов нет здесь есть вот такая вот штука у алиада все она есть статистики никакая не битая не ирка бальная честная машина также есть запасное колесо которое предстоит тоже проверить вообще работает она нет то есть снимается она не снимается грызговички митсубисевский все вот вся ходовочка видно может то есть на скорости такие знаете уже как на уазике едешь такие звуки прикольно от этого моста здесь смотрите у нас чё корректор электро зеркала кстати не проверял еще все работает это противотуманные фары но они сейчас заклеены у нас залеплена поэтому я им пользоваться не буду все на ковричках вот на таких митсубиши сзади тоже какие-то коврик есть задний ряд вот видите использован под колеса еще не знаю буду отправлять транспортный или нет я сейчас еду в уссурийск искать вторую машину кстати это по вашим комментариям вы мне советовали что мол в уссурийске дешевле машину лучше вот сейчас и проверим одну машину мы уже нам покупали с подписчиком получать себе поищу вот так вот такая под капот очка милая уютная аккумуляторик тоже милый уютный предохранитель и тормозная жидкость здесь гидроусилитель стоит машина такая достаточно аскетичная в техническом плане автомат стоит 4 ступы жестче жестче перегон был бы только на такой же 3 ступы это вообще жесть было бы тут у меня 4 ступы автомат но не знаю мне кажется это самое-самое будет вообще месила я имею ввиду в плане усталости даже если ломаться ничего не будет конечно я блин если честно ну ладно страдану страдану ничего страшного потом буду на ипсу мог кататься надеюсь если разбогатею напишите в комментариях что думаете вообще по поводу или покупки по поводу этой машины я уверен найдутся как и поклонники так и скептики которые скажут что это зря это все нет не надо это все это все не так здесь все чистенько опрятненько салончик тоже но были нормально нормально вообще для опыта для опыта такую я купил эту машину еще три недели назад даже может чуть почти месяц назад короче когда филдбера вот только-только пригнал а значит это произошло по старым ценам еще по старому курсу и это значит что она стоит будет новосибирске но всего лишь в районе 550 тысяч с разным пробегом ну чуть больше 100 километров в час хотел сказать ну вы поняли да чуть больше сотки родной пробег есть они дороже дешевле нету так что ребята мои дорогие друзья короли канала роман go не переключайтесь как всегда на канале самые увлекательные самые крутые автомобильные истории покупка продажа перегона эксплуатация причем автомобили самого разного руля класса комфорта цены но в общем сами все знаете так что до новых встреч всем большой удачи и пока